Добро пожаловать, уважаемые наши любители! Как видите, немножко в другом образе, вот равно как вы иногда чистите картошку, прежде чем ее приготовить. Михаил тоже, знаете, вот когда приглашают сняться в кино, вот вынужден вот ради искусства сменить свой образ. Ничего, обратно мы бороду отпустим, обратно все это отрастет. Самое главное, что не живот, знаете, это как бы здесь с этим справиться-то можно. Сегодня у нас в гостях яркая, красивая, харизматичная, жгучая, я вам скажу, девушка, да, артист нашей страны, которая, между прочим, завоевала популярность и далеко за ее пределами, единственная, мне кажется, которая обладает таким количеством титулов за участие, за победу в конкурсах, другой такой просто у нас нету. Настоящая вот находка нашей страны, Наталья Доминько. Очень здравствуй и тебе, вот, потому что регалий, да, у тебя очень много. Привет, спасибо, что ты пришла. Вот так вот мы делимся, наконец-таки, тоналкой. Смотрите, Наталья, все, теперь вы узнали, да, вот она. Как там правильно, кстати, не королева восточного танца, а у тебя другая регалия, ты заслуженная артистка Республики Молдова, а по восточному танцу, когда ты становишься чемпионкой, то там как-то по-другому, там... Мисс Бэлли Дэнс. Мисс Бэлли Дэнс, спасибо тебе большое. Сегодня таких слов будет очень много. Мисс Бэлли Дэнс, заслуженная артистка Республики Молдова Наталья Доминько. Та-дам! Смотрите, что мы будем делать. Программа у нас сейчас просто, Наташа, она чуть-чуть как бы сжата, она сконцентрирована. Теперь мы выходим как бы там не 50 минут, чтобы можно было прям совсем там, чтобы ты мне рассказывала, как у тебя происходит подготовка. То есть рассказывать много не будем? Ну как бы будешь, но будешь ты рассказывать. Я самое главное скажу, что мы сегодня делаем. Мы сегодня, в принципе, спасаем хлеб. Судя по составу. Ну смотри, я тебе скажу, что подобная штуковина зарядит не только настроением тебя, но и твоих близких. Если ты ее дома приготовишь, займет у тебя, в принципе, 15-20 минут на саму готовку. Окей. И 20 минут в духовочке. Духовка Ханса уже разогревается. Я думаю, что мы к этому процессу обязательно подойдем. Что нам нужно? Нам нужно, как всегда, что-то очень доступное. Что у нас всегда доступное? То есть что можно приобрести, не удаляясь от дома далеко и в поисках какого-то, скажем, навороченного супермаркета? Гениально. Колбаса, сыр, сливочное масло. Ну, ветчина. Давайте смотри. Ветчина, сливочное масло, сыр, помидор, лук, хлеб, специи, томатная паста, яйца, молоко. Вот. Для чего нам это все надо? Мы сегодня будем готовить, внимание, коблер. Новое слово? Ну, хорошо. Ну, вот, мили... Коблер. Звучит как-то по-немецки. Мисс Беллиданс и Коблер. Ну, честно говоря, его очень любят, и в том числе в Германии. Вообще, мне кажется, что подобное сочетание из вот таких вот ингредиентов можно сделать что-то привычное. Вот что бы ты сделала, допустим, видя эти ингредиенты? Горячие бутерброды. Горячие бутерброды. Хлеб с маслом. Подливка. Омлет. Можно было с этим совсем сделать, да? Да. Только молоко мне не вписывается. Ну, слушай, не надо. Уберем. Не вписывается Наташа молоко не будет. Я знаю, что просто с возрастом кто-то, наоборот, начинает сильно любить молоко, а кто-то, наоборот, нет. У тебя как? Равнодушно. То есть ты пока не полюбила молоко? Ну, в смысле, я не к тому, что, типа, нет. Ну, просто у меня есть знакомые, которые в детстве прям упивались им. Персил? Вот могли спокойно просто вот прям литр молока выбивать с какой-нибудь булочкой. Вот сейчас, ну, просто ни в какую не лезет одно упоминание молока, и человек просто бежит куда-то от меня почему-то далеко. Вот. Прошло. Да. А бывает наоборот, что, знаете, вот не пил, не пил, не пил, я имею в виду молоко, да? А потом раз, и их прям потянуло. И запил. И запил прям, и запой, молочный запой. Оттуда и появилась, да, веселая молочник. Смотрите, мы спасаем хлеб. Мы сегодня взяли, в принципе, свежий хлеб. Но если вдруг, знаешь, как у тебя, гастроли, поездки туда-сюда, допустим, там, Барселона, Сицилия. Париж. Париж. Малыш. Лондон. Лондон. Я просто рифмы подбираю. Вот. Лепс. Ассоциация такая. Лондон. Лепс, пожалуйста, Тимати. Значит, если у вас даже чуть-чуть подсохший хлеб, и он уже ломтиками, здорово. Если нет, нарежьте его ломтиками. И спасайте. Есть, да, и спасайте. Первый вариант – сделать из него сухари. Это понятное дело, это старая, так сказать, добрая традиция и старый добрый рецепт. Второй вариант – сделать великолепный коблер. Нам для этого понадобится смешать 4 яйца с молочком, со специями, сделать такую молочную смесь. Хочешь, это ты сделаешь, а хочешь, будешь натирать сыр. Или резать ветчину, или резать помидор. Лук тебе я не отдам, потому что режу я, чтобы не плакала вот ты, королева красоты. Хорошо? Хорошо. И что? Хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай тогда я тебе дам взбивать. Наверное, так, мне кажется, будет удобнее и красивее, и лучше. И пока ты займешься этим процессом, друзья, Наташа как раз вот отставляла от себя молоко, а молоко к ней пришло. Отчего, бежишь? Вот, да, ты прям так философски все... Смотри. Нет, просто у меня в последнее время все именно так. Серьезно? Ага. Смотри, мусорка, она вот между нами, никто не видит. Между нами есть вот это вот. Разбивай туда 4 яйца, соответственно, молочко. Специи чуть-чуть буквально. Соль, перец тебе тоже в помощь. Спасибо. Венчик, венчик, венчик. Венчик надо поискать. Венчик надо поискать, либо вилочкой... А, нет, есть. Давай вилочкой. Это ж кухня. Скажи мне, как сейчас обстоят дела, так сказать, в шоу-бизнесе с точки зрения твоего красивого направления восточного танца? Что касается дома? Ну вот дома, да. Потому что мне кажется, что как будто, это мое личное мнение, как будто вот эта вот эпоха каких-то частых там и больших грандиозных шоу-программ, как будто она куда-то ушла. Утихла. Мне чего-то, да, чего-то как будто вот перестало хватать. Хотя не скажу, что как бы от этого как-то мероприятия вдруг совсем опустили, но мне кажется, что просто какой-то другой формат сейчас. Да, ты прав. И даже я иногда думаю, интересно, что бы изменить, чтобы в нашей Молдове снова стало все так, как было раньше для нас, для артистов. Потому что, знаешь, я просто к чему, если бы вообще как бы это произошло, знаешь, вот изменения глобально во всем мире вдруг перестали существовать шоу-программы. Но они же существуют. То есть ты приезжаешь в любой курорт, там шоу-программа. Да что говорить, ты 180 километров едешь в сторону Одессы, в Одессе по-прежнему живут ночные клубы, всевозможные площадки, где артист может себя реализовать. То есть прям какая-то вот совершенно другая жизнь. Думаю, почему у нас? У нас что, переели, я не знаю, что произошло. Нет, у нас просто, наверное, экономит. Потому что я буквально утром выезжаю, вечером я в Бухаресте и... То есть там сейчас более востребовано это все, да? То есть получается, как бы я в Одессу начал мыслить, а ты как бы ну в ту сторону. Ну в ту сторону у меня, да, чаще заказы. У нас тоже, не могу сказать, что люди от этого совсем отказались. Есть. Вот буквально недавно было шикарное там мероприятие в Мими или где-то еще, но... Это уже реже? Реже и не настолько внимательно к этому относятся. Им уже побыстрее бы... Ага, я понял. Погулять, рассказать и на этом все. Кстати, я заметила, очень рано начали заканчиваться мероприятия. А, сейчас, да, пораньше. Да. Ты понимаешь, что мы идем к тому вот относительно европейскому формату, да, которого мы когда-то высмеяли, типа, о, вообще гулять не умею, там 9-10 расходится. Мне кажется, что вот еще 2-3 годика у нас 9-10 тоже начнут расходиться. Потому что я сейчас замечаю в час уже, все, до свидания, до свидания. Ну, у меня тоже есть мероприятие, особенно где иностранные гости, честно, вы же знаете, наверное, порядок наших свадебных сценариев, да, что там, как правило, тот же самый горячий стол, один из основных, да, как правило, в районе 11-12 подается, так чтобы вы понимали, к 11-12 иностранные гости уже устают, прям говорят, а можно это все пораньше? Ну, когда иностранные мы еще ладно, а когда это наши? Да, с нашими посложнее. Ну, у тебя произошла какая-то переоценка, ну, наверное, вот, не знаю, ценностей своего собственного творчества и времени, то есть ты теперь, ну, вряд ли, наверное, как раньше будешь там, ну, не знаю, бегать по 10, там, точкам в городе. Ну, наверное, я буду, но, наверное, просто не в Кишиневе, пока что, может, это такая пауза? То есть у тебя осенний сезон, он больше, как бы, он с паузами, чем или, да, то есть лето было рабочим таким? Лето было рабочее, весна была пауза, возможно, осень-пауза, зима будет опять рабочая, как всегда, потому что зима всегда рабочая. Не забудь добавить туда еще специи на твой вкус, вот чуть-чуть травушки-муравушки можете добавить волшебной. Опять же, выбирайте себе по вкусу, потому что это все будет потом запекаться в духовке, вот. Наташа по старой доброй привычке траву вначале нюхает. Ну, я хочу понюхать, чтобы узнать, примерно какой эффект я хочу, больше или меньше. Любая специя того требует, это я так шучу специально, потому что программа у нас имеет право, между прочим, включать в себя какие-то такие, знаете, кардинальные юмористические моменты. Что же мы все серьезно, да серьезно говорим? Вот, восточный танец просто у нас, в нашей стране, он все равно, мне кажется, он где-то в крови. Вот так вот, генетически у нас он еще со времен, наверное, там, 1400-1500 годов. Возможно, не могу сказать, что нет, потому что людей прям тянет к этому искусству. Да, я тебе скажу по-другому. Заметил? Да-да-да, если ты хочешь, можно чуть-чуть открыть крышку, если вдруг тебе кажется, что... Ну, я знаешь, как это проверяю? Я проверяю, когда во время работы мы с диджейской командой, я говорю, а давай сейчас восточный. И я скажу, что... И все рвутся. Причем, независимо от возраста, то есть, вот что вот такие вот маленькие девочки, что уже как бы девочки, ну, чуть-чуть с опытом, да, побольше такие, вот, и все, понимаешь, у всех это рефлекторно, и у всех самое главное получается. То есть, такое ощущение, как будто либо с материнским молоком, либо где-то в одном садике или в одной школе всем преподают восточный танц. Вот, с мужчинами, конечно, здесь чуть-чуть сложнее, потому что есть же мужские восточные танцы, но это совершенно другая история. Только в Молдове их нет, а так они есть. Ну, в Румынии, мне кажется, что это более востребовано, потому что им вообще близок вот этот вот стиль а-ля Манели, а-ля вот эти вот прям ритмы такие. Под Манели они же почти тоже как бы все вот... Да, но это два разных танца вообще. Да, я не говорю о том, что ты королева Манели, нет, ты у нас... Не, я там, кстати, абсолютно беспомощь. Здесь вообще, мне кажется, что... Я там абсолютно беспомощная, я там вообще не вписываюсь. Удивительный стиль, который ты, когда смотришь клип Манели, да, то есть не сказать, что там прям совсем какая-то... Невероятная картинка, или сложная операторская работа, или подборка, скажем, костюмов. Снимается прямо. Если вы соскучились, скажем, за образом в леопардовых лосинах, или просто в лосинах, да... И много золота. И много золота, да-да-да-да-да, вот, то это как раз вам нужно посмотреть один из клипов Манели. Просто загуглите Манели, как бы, и вы поймете. Но, тем не менее, если слушать отдельно саму композицию, то она достаточно мелодична, если, как бы, не обращать внимание на то, что... Ну, в текст не углубляться, да-да-да, то, в принципе, я понимаю, почему всех так, как бы, по большому счету прет и качает. То есть есть в этом тоже, как бы, свой резон. В принципе, у нас на мероприятиях, я когда работаю, я под конец своей программы приглашаю людей танцевать. Могу сказать, что наши девушки и детки, и даже мужчины не отказываются, а прям рвутся на сцену. То есть людям это нравится, они стоят, смотрят, смотрят, но потом они тоже хотят. Вот как ты сказал, что ты стоишь в фильме просто восток, а тут же я же еще их заражаю минут 20 перед этим. Слушайте, а плита же у нас индукционная, что это я керамику-то ставлю? Я быстренько согрею немножко, потому что нам сюда нужно будет сливочное масло растопить, да? Так, с этим все. С этим все, мы пока это откладываем, отлично. Я могу тогда вручить тебе тарелку с ветчиной. Ветчиной, окей. Да, и эту ветчину просто тоненькими полосками, как вот тебе прям нравится, нарезаешь. И я сейчас тебе дам мисочку, куда это все положить. Итак, я отправляю сейчас форму быстренько, чуть-чуть согреться, буквально на несколько секунд в нашу разогретую духовку, чтобы она была теплой, чтобы могло масло сливочное в ней растаять. В это время Наталья прекрасно справляется с тонким нарезанием ветчины. Видимо, в свободное от работы время она этим и занимается. Мало кто знает, сегодня мы... А, кстати, а что ты делаешь в свободное от работы время? Работаю. Друзья, в свободное от работы время Наталья Домиенко работает. А где? Ну, мы сейчас открываем нашу студию. А, Наталья открывает студию, о которой мы хотели как раз сегодня и поговорить. Что за студия? Танцевальная студия. Танцевальная студия, мы как раз об этом сегодня и хотели поговорить. А если говорить серьезно, то давайте мы сейчас посмотрим буквально короткое видео с выступлением Натальи. У нас есть такая возможность, конечно же, да-да-да. Посмотрим вместе с нашими телезрителями, потому что дальше процессы не такие, возможно, увлекательные. Мы тут манипулируем немного, а потом вернемся, и я расскажу, что нас ждет дальше. Танцы? Танцы. Вот сейчас звук громче, и давайте увидите, сколько девушек живет с вами в одной квартире. Они сейчас все встанут и начнут танцевать. Внимание, Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует, друзья. Друзья, вам очень хочется в эти 15 минут успеть и приготовить, и в том числе рассказать обо всем, что у Натальи Домиенко сейчас происходит, а планы действительно грандиозные. Вот почему наша гостья не собирается отдыхать от работы. У нее в перерывах между работой что? Еще одна работа. Потому что давай сразу же. Начинается сезон, ты открываешь танцевальную школу. Раз. Студию. Да. Да. Одну сторону мажу маслом, другую Наташа будет смазывать томатной пастой. Да, так надо, так надо. Друзья, не спрашивайте. Я не спорю. Так есть бутерброд не надо. Даже не спорю. Морцешор. Бутерброд-морцешор. Кто хочет, пожалуйста, вечную весну к себе. А какой стороне нужно на язык класть, чтобы не было потом неправильно? Ну, мне вообще как бы без разницы. Я... Не, ну чтобы не было потом неправильно бутерброд кушать. Ну, вообще по системе кота из простоквашина нужно, чтобы колбасой на язык, да. Но не всегда у меня так получается. У меня колбаса потом падает, и приходится все сразу есть. Ты не рассчитывал свои силы. Так, ты недавно была в Америке. Уи. Уи. В Париже была. И в Париже была. Что же там происходило тогда в Америке? В Америке был интернациональный фестиваль по бэлли-дэнсу, где пришло, пришло, приехала куча участниц и такая же куча еще преподавателей из Египта, из Бразилии, из Тайваня. Собрался весь мир. И собрался он почему-то именно в Нью-Йорке, что я не могла пропустить. Поэтому я после этого еще месяцов побыла в Нью-Йорке. Слушай, вообще круто. То есть прям мечта многих сбылась. Честно, потому что, во-первых, как бы нужно еще визу получить. Да. Визу я получила. На фестивале была и вернулась благополучно. Слава богу. Это, конечно, очень хорошо. Какие впечатления все-таки от Нью-Йорка? Действительно такой многолюдный, динамичный, сумасшедший город, где ты вообще не понимаешь, какой части ты находишься. Динамичный форевер. Он всегда динамичный. Просто. Потому что это вот Moscow Never. Moscow Sleep это как бы в принципе такой, знаете, лайт-версия, да? Это 50% Нью-Йорка, наверное. А, да. Держи. Я буду здесь, да, пока так. Мы будем выкладывать, а потом... Вечная, нескончаемая... Движуха. Движуха. Даже на том же Бродвее постоянные спектакли. Откуда столько людей, столько концертов, столько спектаклей, столько мюзиков. Да, я смотрела Чикаго, я смотрела Аладдина и Лайн Кинга. Ничего себе. А сейчас предстоит еще Л.А., да? Л.А. немножко попозже, после Барселоны. А вначале Барселона? А Барселона тоже по делам? Или все это как бы ты совмещаешь с... Все совмещено. Барселона там совмещаешь приятное с полезным, Л.А. Строго по делам. Слушайте, ну когда наше востребованное Л.А. уже о чем-то говорит, вы понимаете, да? То есть, тогда я забираю, наверное, тот этот самый вопрос, да? Как же ты здесь живешь без особых, как бы, каких-то там большого количества выступлений? Честно, я сильно... Дел не в проворот. Не могу сказать, что их мало, их достаточно. Угу. Вот, я очень часто даже говорю, извините, а вам на когда, чтобы я была дома? Но если сидеть только дома, наверное, да, было бы маловато. Ну а так, поскольку мы дома 5 дней в месяц, все в порядке. Слушай, ну я считаю, что это того стоит, потому что у искусства нету национальности, знаете, нету вот у искусства какого-то определенного там паспорта или вот какой-то прям принадлежности отдельной. Мне кажется, что если искусство ценится, то естественно, что человек, артист, как бы, это его хлеб, он это искусство дарит зрителям абсолютно всего мира. То есть, потому что язык искусства это одно, а то, что Наталья знает, как мы выяснили, 6 языков и легко сможет, в принципе, мне кажется, договориться как минимум о концерте, да, в любой точке мира. Так что, давай, ну вот такую вот, я потом их разложу более-менее так, выслим, чтобы оно было у нас в рисунке. Действительно 6 языков, да, у тебя в запасе? Да, 6 языков в запасе. И, как я сказал, еще 7 язык тела. Да, так что, если что, я могу везде выручить. Скажи, пожалуйста, ну там в Америке, там встречает какая-то наша сторона, там есть наша, есть какая-то определенная, не знаю, организация, то есть те, кто, возможно, чуть раньше уехал, или там приходится общаться именно с местными, уже прокачанными продюсерами? Ну, там сторона есть встречающая, но она не наша. То есть она, скажем так, английская. Да, она английская. И как все-таки публика воспринимает восточный танец, скажем, на американской земле? Потому что это явно не их культура, потому что, скорее всего, им ближе какой-нибудь кантри-блюз. Кантри-гоу-гоу у них появились. У вас принимают очень хорошо. Хлопают стоя, кричат, и все у них с этим в порядке. Дело в том, что я стараюсь держаться не только на баллиденсе, а что-нибудь еще поэкспериментировать, потому что нам всем хочется чего-то еще. Ну, как видите, чего-то новенького. Вот сегодня, пожалуйста, мы привычные вам ингредиенты подаем в стиле коблер. Так называется, по крайней мере, это блюдо. Что-то немецкое блюдо. Так, у нас томатная паста закончится. Слушай, ничего страшного, пару хлебушков будут у нас без томатной пасты, в этом как бы никаких проблем нет. Сейчас я их только красиво еще выстрою, чтобы потом это все можно было смешать и залить. Скажи мне, есть ли какой-то, ну, относительный рекорд, видела ли ты участницу, исполнительницу Белли Дэнс, скажем, ну, в определенном уже возрасте? Угу, да. Есть ли такие, кто, несмотря на свои года, сейчас я тебе даю салфетку, это вот, по-прежнему занимается этим удивительным видом танца? Да. Ну, вот в Египте, наверное, самая старшая, которая видела, была 75 лет, она танцевала шикарно, у нее был шикарный контроль над всеми частями тела и к тому же идеальная, скажем так... Фигура? Нет, не фигура, а, ну, в Белли Дэнсе очень важно показать музыку. А, подборочка музыкальная. Нужно не просто потанцевать музыку, а как-то вот своим движением показать каждый инструмент. Да, все, я понимаю, о чем ты говоришь, когда вот это... И она вот идеально умела слиться с музыкой. Да, вот это вот? Да, но ее не тянуло тыщ-тыщ, она больше вот под аккордеон, олут, есть такой арабский инструмент, то есть все более такое мелодичное. Угу. Вот, и она, конечно, была шикарная, она в этом метро у них, и я смотрела на него уже 75 лет. 75 лет. И она вообще никуда не забирается со стены. Слушайте, и я так понимаю, что человек, в принципе, не только заряжает оптимизмом, а реально вы понимаете, что жизнь продолжается, жизнь прекрасна, никуда торопиться не надо, друзья. Ну, торопиться лучше надо, но не сильно, так, в меру. Да, ну я просто, видишь, у нас в этом году где-то с тобой схожий опыт, я тоже вот рассказывал уже нашим телезрителям, что летом удалось вести чемпионат мира по бальным танцам в Греции, и там тоже выступала пара из Наполи, из Италии. Ему 76, ей 70... Ему 79, ей 76. Мю. Мю, это вот тоже, как ты говоришь, прям встречали стоя, аплодируя. Стоя, да. Итак, для того, чтобы запустить наш коблер, смотрите, друзья, значит, вот таким вот образом хлеб мы намазали с той и с другой стороны, так получилось, что чуть-чуть томатен пасты нам не хватило, ну, что делать, ничего страшного. Самое главное не перепутать порядок, теперь между этими хлебцами будем закидывать ветчину, ты можешь, да, со своей стороны, в принципе. Так, да, побольше или так скромненько? Слушай, ну вот как? По-французски или по-молдавски? Ну, если мы сейчас будем... А я не знаю, естественно говоря, как? Ну, просто я была недавно в Париже, вот мы на прошлой неделе вернулись, там все было всего по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть, да? Ну, я была на свадьбе молдавской, где было всего много, поэтому... Я думаю, что давай мы сделаем по-французски, но с молдавским... Да, да, да. Понятно. Нам сейчас нужно... Ну, давай не по-французски, я все помню. Да, нам надо ветчину, на самом деле, вот распределить ее первой. Почему? Потому что нам еще между этими хлебцами надо будет еще... Ну, видишь, они создадут какое-то вот это вот пространство. Нужно туда закинуть помидор, а мы как раз вот... Видишь, у меня вначале не помещались, а сейчас они уже помещаются. Чего? Женя! Домой! Кушать! Может быть, ураль есть. Вот, сейчас у тебя, получается, грубо поддержки из кого состоит? Грубо поддержки. Ну, с кем ты ездишь постоянно? А! Ты как, грубо поддержки? Да, у меня МЧС со мной ездит все время, потому что я с огнем работаю на голове, знаете, и очень... Или не... Все, уже прекратила. С огнем, нет, я не прекратила, и со змеями не прекратила, все. По поводу змей, кстати, тут интересовались. Это уже твои личные питомцы? Нет, это не мои личные питомцы. Все, хорошо. У меня их нет дома, у меня мама не переносит змей. Я всегда беру на прокат. То есть, у нас есть змеи на прокат, друзья. Знаешь, есть вот самокаты сейчас, всякие эти электроскутеры, знаете, и есть как бы змеи на прокат, пожалуйста. Ну, всем, кому хочется, их не дадут. Кому хочется острых ощущений, пожалуйста, да. Сделай такой сюрприз, знаете, под дверь раньше клали, а не буду говорить у нас кулинарная программа, а то, знаете, змею, понимаете, вот. Нынче, а ты как бы со змеями нормально, у тебя это с детства вот такое? У меня был какой-то маленький, маленький, большой страх, когда я была маленькая, мне очень хотелось... А, потому что был тяжелый этот питон, да? Нет, я просто вот как-то панически боялась змеи, и меня это страшно раздражало, что я их боюсь. Я тебе даю еще салфетку, а ты, пожалуйста, если можно, вот зеленюшечку, верхнюю часть, просто нашинкую себя на столе. Все, я понял, что ты готова, Ханса готова. Смотрите, первым идет ветчина, почему? Потому что она должна у нас, в принципе, как бы оставаться на дне. Потом мы сюда же вставляем желательно по помидорку, по помидорку, по помидоре, потому что помидор должна пустить будет сок. Или должен? Должен. Ну, помидорка, она должна. Ну, а помидор он должен. А помидор должен, поэтому мы сейчас будем это все вот так вот с Натальей сюда запихивать. Прям жестко, прям вот не переживай. Да? Прям, да, пусть вот оно течет, это же все вот... Это же вот этот самый кайф. Мы в детстве просто, когда играли с песочницей и готовили, значит, еду из песка, мы как бы не совсем понимали, да? Вот. А сейчас? А сейчас? Да, потому что когда тебе ребенок приносит, говорит, ешь, я тебе сделал кашу, вот, и ты смотришь на эту кашу и понимаешь, что там, в принципе, песок. Осталось только добавить воды, и у тебя будет стекло. Ну, и говорит, тебе кошка приносит голода, и говорит, ешь, я тебе принесла. Да, 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 да. Похвали меня еще, да? Вот, друзья, вот. Помидор пустит определенный сок. Почему мы его не опускаем на дно нашей формы? Потому что иначе тогда с яичной смесью он даст вот эту вот жидкую консистенцию, которая нам не нужна, и у нас снизу будет просто такая вот как бы юшка, сами понимаете, да? Что, 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 где я сделаю? Зеленюшечку, зеленюшечку, если можно как бы нарезать. Нарезать? А, нет, нет, вон зеленюшечка, зеленюшечка. А, лукей. Лучок, лучок у нас ароматный, вот он когда запечется. Напоминаем, лучок самый полезный ингредиент. Да, не все его любят, но сейчас, когда уже начинаются вот эти вот всякие простужалки и так далее, тебе же тоже, кстати, болеть нельзя, ты же не можешь лицевать восточный танец и, к примеру, ритмично чихать, это же практически невозможно. А было такое, что когда вот, ну, уже как бы вот накатывает, а в это время ты на сцене, вот что ты делаешь? Поворот спасает. Серьезно? То есть ты просто поворачиваешься и да, и вот это вот дальше продолжается, да? Нет, это что-то в этом вроде. А, вот оно что. Поэтому, друзья, когда на голове Натальи Доменьки вдруг погасит одна свеча, это... Не, ну там я стараюсь не чихать никак вообще. Ну нельзя, нельзя, конечно. То есть, ну и тебе болеть вообще как бы нельзя. Да я особо, если честно, тв-тв-тв-тв, и не болею. А почему? Потому что лук. Да не ем я лук. А что, есть какие-то еще секретные секреты у тебя? Наверное, 3-4 месяца в год на море это самый лучший секрет. А-а-а, вот оно что. Друзья... Мне кажется, это самое лучшее лекарство от... Сыпь-сыпь, да. Тогда мы рекомендуем всем нашим телезрителям 3-4 раза... Все, лето сидеть на море. Ну, кстати, это не так уж и... Вот сейчас скажут, да ну, вы сейчас шикуете, это же так дорого. Нет, вы уезжаете на 3 месяца, сдаете квартиру на эти же деньги, на которые вы сдаете квартиру. Снимаете себе там квартиру и живете. Да, и живете себе на море. Слушайте, идеальная система. Слушай, так живет вообще, мне кажется, половина Москвы, если не вся Москва вообще. Вообще, мне кажется, все настоящие москвичи вообще не живут в Москве. Они живут где-нибудь на Бали, в Испании, да-да-да. В Болгарии покупают себе всякие красивые места, дома. Так, смотрите, смотрите, какая вот красота же. Шикарно, надо поливать. Это я про тебя. А здесь еще и вкуснота, понимаете, вот. Красота и вкуснота. Вы знаете, и красиво, и вкусно. Главное, не перепутай, да, потому что здесь Штефан великий. Смотрите. Не ешь меня. Да-да-да. Заливай. Заливай. Давай, наливай. Давай так, чтобы оно пропиталось, да, вот в каждую, в каждую слой вот этот вот. Наталья, лично, друзья, не Михаил. Это все гости предоставляется. Вот такой вот момент. Икс долгожданный. Вот еще. Да-да-да. Вот давай-давай-давай. Умничка. Молодец. Когда ты последний раз готовил? Умничка. Все, проехали. Смотри, как здорово получается. Смотри. Я бы, честно говоря, наверное, давай на всякий случай разбей мне яйцо, пожалуйста. Разбей тебе яйцо. Окей. Мало, что ли? Ну, я подумал, почему бы и нет. Ну, ты сказал 4. Слушай, в рецепте написано 4. Но эти люди не знают наши аппетиты, по большому счету. Нам яично-молочная смесь в любом случае давай. Ты уже помыл его как раз. Ну, все-таки, ну, все-таки, ну, скажи мне, ну, вот уже, ну, сколько лет? Я тебя буду мучить этим вопросом. Сколько ты знаешь? Нет, сколько тебе лет, я тебя знаю, вот ты. Это вот сколько тебе лет, столько я тебя и знаю. Да, друзья? 15. 17. 17, извините. Да, до 15 нельзя готовить просто. Скажи мне все-таки, ну, в чем нельзя гулять по клубам? Да, нельзя работать, вышла так до 15. Скажи мне, ну, как у тебя получается? Сохранить, ты реально себе во всем отказываешь? Ну, что, вот этих вот вкусняшек ты не ешь? Ты, наоборот, ешь, а потом что? 6 часов подряд танцуешь? Что происходит? Ты ешь что-то вредное? Да. Что, Наполеон, Медовик? Да. Почему? Вот почему она так себя ведет? Я тоже это ем, но посмотрите, какой, значит, у меня киевский, и какой у Наташи прекрасный. Душа такая просто киевская у нас. Слушайте, вот, да. Я попрошу тогда открыть тебе духовочку. Друзья, это коблер. Горячо. Скажите. Горячо. Отправляем коблер на 20 минуток. Великолепнейшее, шикарное блюдо, которое приготовит нам техника Ханса. 20 минут. Ну, я приготовил великолепный, приготовил великолепный напиток, кофейный, шоколадный напиток. Это кофейный напиток со вкусом темного шоколада. И все это благодаря Петровской Слободе в нашей программе. Наталья уже пьет и, мне кажется, получает вот эти вот самые гормоны счастья. На это он, в принципе, и рассчитан. Новинку с макой, шоколадно-драйвой. И уже готово, внимание, наше великолепное блюдо под названием коблер. Та-дам! Не коблева. Коблер. Коблер, посмотрите, какая красота. А пахнет как красиво. Шикарно. И вот это вот яично-молочная смесь. И здесь вот все очень насыщенно, вкусненько, пекательненько. Это можно будет разрезать теперь, делить на порции и угощать абсолютно всем. Представляешь? Причем самое интересное, вот вы с тобой говорили о твоих путешествиях и выступлениях в Америке. И на той сцене, на сцене Нью-Йорка и на сцене Лос-Анджелеса. И вот оказалось, что само происхождение этого блюда относит нас к 1859 году, юг Америки. Там появилось это блюдо коблер, которое называли сапожником. То есть вот мне кажется, что, наверное, исходя из какой-то формы, которую придавали, возможно, как бы это было... А я думаю, оно просто нравилось сапожником. Ну, слушай, пицца тоже, знаешь, популярное блюдо появилось в самых бедных районах Италии, потому что все, что оставалось от богачей, просто... Зато теперь все любят пиццу. Подожди, есть такая вообще пицца, которая уф-уф-уф, там столько денег стоит. Сидишь и думаешь, боже мой, ну это же просто пицца, да? Вот, Наталья, спасибо тебе большое за то, что ты нашла время и буквально вот в своем сумасшедшем графике между, так сказать, Парижем, Барселоной и Лос-Анджелесом все-таки заехала и к нам. И честно скажу... Спасибо за приглашение. Это действительно очень большой приятный момент, потому что я знаю, что сейчас на расхвате. Желаю, что так оно и было, чтобы ты продолжала держать эту великолепную артистическую, физическую форму и стала не только мисс Бэлли Данс, а мисс Вселенная. Вот, ну тогда, конечно, сложнее тебя будет позвать. Тем более, сразу открой небольшой секрет. Наталья пошла навстречу, наши съемочки перенеслись на два дня. Вот, и ты все равно сказала да и пришла. Спасибо тебе большое. Теперь это блюдо мы будем есть вместе с нашими телезрителями. Заходите, пожалуйста, по ссылочке на наш инстаграм-профиль. Заходите по ссылочке на инстаграм-профиль Натальи. Вот смотрите, здесь вот, значит, Наталья, инстаграм-профиль здесь наш. Нам давайте, значит, советы и скачивайте рецепты, комментируйте и, возможно, советуйте, что-то вкусненькое. Вот, Наталье, можете просто подписаться, потому что ей очень приятно, когда у нее становится все больше и больше подписчиков. Она девочка, ей приятно. Да, нам нравится. Она не Бузова, но все равно приятно. Вот. Желаю вам приятного аппетита. Техники Ханса отдельная, данкишон, как мы говорим. Будто на аппетит. Приготовьте этот Кобляр очень быстро, сытно и вкусно. И вкусно. Да, все. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Как будет по-восточному? До свидания. Давай просто по-французски, потому что это свежак. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon appétit. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok